итак всем привет сегодня решил показать вам как делать настойку вермут бьянка вермут пьянка там бьянка вот купила короче пакетик для настойки сделал по рецепту 220 миллилитров 70 процентов спирта или самогон настоять 14 дней все это вот я сделал вот он получился вот такой вот на вид вот такой вот он вот так нам цвет виднее вот вот такой вот он получился после чего далее написано что четыре дня отдохнуть все отдохнул он четыре дня купить бутылку вина вот купил я вино не бутылку правда для эксперимента взял коробку литровую коробочку такого недорогого вина попробуем сначала это же эксперимент потому что вермут я не люблю покупать ну и пить соответственно вот и добавить сюда короче туда надо будет добавить 100 миллилитров 100 миллилитров 50 процентного спирта у меня здесь литр я не 100 буду добавлять я буду там 120 130 вот я подготовил 50 процентный спирт или самогон двойной перегон как написано но в моем случае вот этот дистиллят и самогон как хотите называйте хороший вкусный душистый далее чё там нужно сделать далее нужно сварить сироп 70 миллилитров 70 грамм воды извиняюсь 70 грамм сахара 50 миллилитров воды да это так 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 миллилитров воды да я взял 70 миллилитров воды и 100 грамм сахара опять же потому что у меня литр литр у меня не 0 7 как бутылка все это я сварю ну и вот тут написано и дать отдохнуть не менее месяца еще в добавку мы дам здесь наверно отдохнуть ну вечерком то попробую чуть-чуть а так просто покажу вам как выглядит вот вино белое а вот этот штука вермут пьянка покажу потом что получилось какая консистенция чего сейчас я вот сварю сироп вот круголетчик нашел вот такой эмалировник заливаем сюда водички сейчас закипит и сахарочек будем засыпать вот так вот пока что греется уже такая достаточно горячие потихонечку насыпаю сахарочек потихонечку мешая ну дальше что показываю сейчас высыплю растворю сироп как обычно варит не знаю закипит дам остыть ну и как по инструкции внесу носить буду покажу ну пока сиропчик закипает сейчас мы тогда вольем спирти к наш 50 процент так и так надо убрать наш рем так здесь у нас почти 210 почти 210 так ну и значит нам надо добавить где-то примерно если там как по инструкции написано 100 миллилитров и там 07 ну знаешь где-то наверное ну что 30 наверно добавим сейчас я внесу 130 так так 210 было 130 так еще чуточек так ну в принципе ничего не поменялось ни цвет ничего да ничего не должно я думаю поменяться ладно ждем сиропчик и так сироп от остывает добавить 10 миллилитров вот это вот настоя но нас литр мы будем добавлять не 10 а будем добавлять 12 миллилитров настоя хотя ну да вот так вот даже получилось у меня чуть больше 13 миллилитров настоя ну все я буду соблюдать очередность как написано в инструкции ибо первый раз не знаю но я думаю может быть из-за этого разницы никакой вот как написано так я и буду носить и прочее и наставил по очередности конечно ну все сейчас остынет все дело зальем сначала как написано сироп потом как написано настой был тыкнем и посмотрим что получится итак спирт влили сиропчик вот остыл такой сиропчик сиропчик тоже вливаем пока вот так пусть стекает сиропчик а вот в тот вот отверстие так скажем давайте она для ничего не произошло взрывов не было огня тоже так ну все сейчас сиропчик стечет все дело перемешаю ну и все и отправлю на месяц подпишу отправлен на месяц если будет вкусно то еще повторю вот этот 10 миллилитров тут на 07 я так понимаю тут угу-го насколько его хранится он там угу-го тоже написано все короче угу-го всем спасибо всем пока